Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня к нам приехали наши заказчики Наталья и Дмитрий. Цель выбрать фасад из крашеного планкена для своего дома. Я сегодня буду у вас гидом. Мы очень рады. Все вам расскажу, все покажу. Спасибо вам большое. Отвечу на вопросы. У нас вопросов миллион, честно. Поэтому давайте отвечать. Очень здорово. Скажите, пожалуйста, сам фасад у вас из чего? То есть на что будем монтировать? Так, смотрите. У нас керамоблок. Будет подсистема. То есть утеплен на 50 сантиметров утеплителем. Подсистема. И первый этаж будет клинкерный кирпич. Искусственный камень. Полоса. И второй этаж у нас будет силикатная штукатурка. Белый цвет. Вот. На декоре я бы выбрал доску. Мы просто думаем сейчас о декоре. И возможно, что может быть действительно как вариант взять вот этот доску. Отделать окна, перила. Вот это было бы красиво, интересно. Перила на второй этаж, на балкон. Да, да, да. И на фасаде, видимо, какие-то вставки. И вот на фасаде вставки, да. И с доски было бы интересно сделать какое-то декоративное решение. Потому что доска это в основном декор, очень хороший декор, красивый. Я просто знаю, что сейчас это тренд. Но у меня вопрос такой. Чисто вопрос потребительский. Как с этим работать? То есть понятно, что это будет красиво. Будет ли это устойчиво. Практически. Да, устойчиво. Вот дождь, например. То есть к погодным условиям как? Здесь на самом деле больше вопрос будет не к самой доске и к ее породе. А именно к покраске. К тому, как она будет обработана. То есть вообще покраска доски у нас представлена в трех видах. Краску мы выбираем не по ценнику, что там где-то подешевле взять, да. А краску выбираем брендовых проверенных производителей. Запрашиваем протоколы испытаний. Сами проводим их. Вот у нас на производстве очень много тестов. Прямо на улице эти досочки лежат под углом. То есть смотрим, как они работают. Кстати, некоторые краски, вот сейчас же в том году очень многие ушли с рынка. И мы в том году поставили очень много красок на эксперименты. И вот некоторый год не простояли. Грубо говоря, летом покрасили, а сейчас вот зима всего лишь. Да, осень, зима, весна. И они начали облизать. То есть представляете? То есть все-таки европейское качество, оно больше, да, вот такое? Ну, это факт. Это факт. Это факт. Все-таки такие концерны, как Текнос, как Текурила, это семейные компании. Компании, которые работают на рынке давно. Но наработали опыт, пережили очень много рекламаций, очень много. К примеру, вот под эту тему, да, что вот все ушли с рынка. Некоторые компании у нас на российском рынке начали быстро изготавливать краску. И очень хорошо заработали. Мы сейчас, да, мы сейчас начинаем делать краску. Она такая же, вот точно такая же, например, как там. Дешевле даже. Намного дешевле, но по качеству такая же. И, в общем, суть, да, эта краска как получается? Вот первый раз ты ее берешь, она там вроде нормальная. Второй раз берешь, какие-то хлопьями выпадают. Третий раз берешь, она наносится и застывает шагренью. То есть качество нестабильное. Для того, чтобы прийти к качеству, как вот брендовые компании, которые на рынке давно, нужно очень много пережить. Это, по сути, как с нами история. Сейчас вы придете к нам красить фасад и придете к компании, которая там год, грубо говоря, красит. Да, они не прожили ту жизнь, то есть все эти рекламации и так далее. Что тут такой мир вообще, столько всего может случиться. Допустим, да, та же шагрень, допустим, покрывают укрытой краской и становится как апельсиновая корка. Вот тут вот как с этим бороться? Или там борст на древесине встает и встает. Ну, у вас не будет такого? Ну, мы это все уже пережили. Не будет. То есть если мы закажем, то за качество вы отвечаете. Да, слава богу, мы уже пережили. А по поводу, когда теперь вот это, например, нужно будет обрабатывать заново. Вот мы это все красиво сделали. А когда первый раз нужно будет этим заняться? У нас, смотрите, есть три схемы покраски. Это, значит, две из них лессирующие. Это схема покраски маслом, вот она здесь представлена. Схема покраски лаком. Сейчас зайдем, покажу тоже. Она у нас там в кабинете висит. И укрывная схема покраски. То есть пользуемся мы сейчас оставшимся на рынке брендовым хорошей компанией Renner. И ее, значит, красками. Масла. Значит, масла, срок службы, заявленный производителем, ожидаемый, 15 лет. Но здесь мы говорим о том, что это все-таки испытания. И испытания, как проводятся? Берется деревяшка, она всегда определенной сухости, влажности. И даже она, можно сказать, пересушена. То есть 8%. Такую мы доску, наверное, в условиях реальных не получим. Ни один производитель не досушит до 8% доску. Понятно. Далее, что получается. То есть берут ее, наносят, там, шлифуют, наносят первый слой, там, грунт, второй слой, третий слой. И, грубо говоря, в колесо, которое, значит, идет через ультрафиолет, затем в воду окунается, затем снова проходит через ультрафиолет. Холод. Имитирует, в общем, все сезоны очень быстро. В течение, там, месяца, месяц равен году, получается. То есть у нас отстояло вот это масло 15 месяцев. В отличие от многих других, мы вам обязательно предоставим протокол испытаний, мы сравнивали с конкурентами. У нас получился очень интересный анализ. То есть крутые краски, реально крутые. Допустим, та же Осма, да, она дорого стоит, это очень крутое масло. Но оно в колесе гидрации при тех же самых условиях простояло 4 цикла, а это 15. То есть разница действительно огромная. Слушайте, достойно. Те же краски, опять же, да, там, ну, многие, на самом деле, многих конкурентов, да, они вот простояли очень мало. И по сути, и по сути, вот если мы говорим вообще о натуральных маслах, то понятие есть натуральное масло, да, вот это на самом деле модифицированное масло. То есть это не натуральное масло. Это, грубо говоря, краска со всеми свойствами масла. Сейчас я, ну, дальше расскажу, да, какие именно. Дышит и все остальное, да? Все полностью, да, то есть обновляется без перешлифовки раз, дышит два, очень просто наносится три. То есть, ну, и плюс вот этого масла в том, что его разрушение линейное. То есть получается, что в течение 15 лет, вот если взять график, да, вот здесь время у нас, вот здесь вот разрушение, оно вот так вот идет, разрушается. То есть оно прогнозируемое абсолютно, в отличие от того же осма. Например, у осмы есть заявлены 5 лет, если доходит до 5 лет, все, оно здесь разрушено, это каша. То есть, а здесь можно прогнозировать. Постепенно получается, равномерное. И здесь какой огромный плюс, вот что тоже понравилось вот с этим маслом. Например, приходим мы к тому, что, допустим, прошло там 10 лет, да, и у него начинает немножечко нарушаться именно эстетика сначала. То есть мы видим, где-то оно там, грубо говоря, заматовило, где-то, допустим, подвыветрилось немножко, да, и получается где-то там пятнами. И мы что смотрим, да, такие, в этот год фасад был перекрасить, но вроде он еще нормально стоит. И взяли и на следующий год. А на следующий год такие, блин, в отпуск съездить или фасад покрасить. И еще подождали. А там вот так вот реально, да, либо в отпуск, либо фасад? Ну, вот такое просто бывает, и действительно, ну, знаете, кстати, это же как получается, у нас очень часто русские люди на авось и на потом любят оставлять. То есть, и вот, например, тоже там техническое обслуживание, допустим, фасада, да, там есть раз перекрасить его там раз в 10 лет, да. А если он еще в нормальном виде, чего его перекрашивать через 10 лет? Ну, по факту, лучше это сделать вовремя, правильно я понимаю? И тогда ты сэкономишь. Конечно, конечно, конечно. С этим маслом мы можем съездить в отпуск, потом еще раз съездить в отпуск, и разрушения самой древесины не будет. Даже если оно, эстетика, эстетика самого покрытия будет нарушена, нам внутри не будет вот этих... Нам все равно его не надо будет перешлифовывать. Раз, и нам не надо будет, допустим, зачем перешлифовывать? От солнца в древесине выгорает лигнин. Вот это масло... Вот эта штучка, вот эти узоры? Нет, лигнин это то вещество. Ну, грубо говоря, представим себе арматуру в бетоне. Она делает прочный, крепкий бетон. То же самое лигнин в дереве. Это связи некие, которые делают его твердым. Когда мы видим, что дерево серое, серое и рыхлое, то есть это значит, лигнин в нем выгорел. Так вот это масло препятствует выгоранию лигнина в древесине. И вот на протяжении 15 лет, 15 месяцев, 15 циклов испытаний мы получили то, что через 15 циклов, когда мы приклеили скотч и оторвали его, мы не увидели там деревяшки. В отличие от всех конкурентов, если говорить о некоторых, то там труха была, то есть через 15 циклов, отрывалась вместе с древесиной. И вот это масло большой плюс. Его также плюс, например, перед укрывной краской. Укрывная краска, хорошая укрывная краска, ее также можно обновить без перешлифовки. Вот, например, компания Реннер, да, краска укрывная, C-48, ее можно обновить без перешлифовки. Но в определенный срок, вот как раз если регламент в масле, да, вот вы через 10 лет его не обновили, обновили через 13, вы его обновили также без перешлифовки. Но здесь, если вы через 10 лет не обновите, то вы снимете эту краску и вам придется наносить по новой. По стоимости у нас получается следующее. Есть три схемы покраски. То есть одна это лак. Я вам, кстати, до сих пор ее не показал, покажу. И это классное решение как раз вот для вашего дома. То есть еще интересное решение, да. Есть, значит, масло, есть укрывная краска. Вот именно масло это самое дорогое решение. То есть... В натуральности все это, да? Тут больше дело даже не в натуральности. На самом деле еще год назад, еще год назад масло и другие схемы покраски, они были примерно в одной цене. Сейчас у поставщика краска стоит... Краска и грунт стоят очень дорого, просто очень дорого. Из-за этого схема покраски... Это из-за санкций? Увеличивается. Это из-за санкций, да. То есть увеличилось и очень сильно увеличилось. Понятно. Вот. А если мы возьмем, допустим, укрытную краску и лаковую схему, это в одной ценовой диапазоне, то есть меньше там тысячи рублей квадратный метр стоит. Дмитрий, еще одна наша схема покраски, я уже о ней упоминал, это лаковая схема покраски. То есть вот здесь, что очень интересно, как раз в современных проектах очень часто применяется именно лаковая схема. Масло, есть у него такой минус, мы о нем разговаривали, да, когда доска, допустим, с сучками и разная плотность у этой доски, она может где-то пятнить, и это будет смотреться не очень красиво. Лаковая схема лишена полностью такого недостатка. Допустим, можно взять сорт пониже и покрасить лаковой схемой, и пятен не будет. Почему? Это выглядит следующим образом. Мы берем доску, наносим праймер, который служит в грунт, колерованный в цвет, который служит в верхних слоях древесины, он пропитывает верхние слои древесины. А дальше мы подколеровываем сам лак этим же грунтом, цвет задаем. Представляете, это вот, грубо говоря, первое мы наносим, там видны какие-то пятнышки, как и с маслом в случае, а здесь как два слоя цветного стекла сверху лежит. Мы когда смотрим, это полностью тонирует все пятна, и фасад кажется абсолютно идеально ровным, идеально гладким. Вот такая схема покраски служит до 8 лет, в зависимости от выбранного цвета, и опять же, солнечная сторона не солнечная. 6 можно рассчитывать смело, то есть, если мы раз в 6 лет будем ее обновлять одним слоем лака, перешлифовывать ее не придется. Но вот смотрится она, посмотрите, даже она может быть матовый, он может быть глянец и полуглянец, то есть, посмотрится он именно, когда это комбинированный фасад, смотрится он, конечно, очень дорого. То есть, вот именно вот такие вот. Опять же, вот интересно, вы говорите, два слоя наносите, да? Да. Типа закрываете вот эти, ну, сучки там, да, вот эти пятна, а структура дерева-то, она остается? Конечно, конечно, потому что здесь всего лишь, в зависимости от насыщенности, 5, 10 или 15 процентов вот этого колерованного грунта добавляется в сам лак. Вот чем ценится вот эта лаковая схема, именно своей прозрачностью. То есть, оно дерево получается, именно дерево. Мы же видим сейчас, что это дерево, вся текстура подчеркнута, это очень красиво. Кстати, интересно происхождение именно этой лаковой схемы. Больше глянца здесь, да, получается, на лаке? Здесь, да, но он может быть полностью матовый. Матовый еще, да? То есть, да, матовый может быть. То есть, что интересно, вот происхождение, да, представляете, компания Текнос, компания Реннер уже продублировала подобный продукт, да, но изначально компания Текнос под заказ, под оконные производства, покраска деревянных рам создала продукт, который может служить в самой агрессивной среде, потому что рама находится на стыке сред. Да, да, да. Здесь тепло, здесь холодно, и она постоянно ходит. То есть, он, это акрил, то есть, он настолько эластичный, он дышащий, с ним на деревянной раме ничего не происходит, то есть, ну, а на фасаде вот сроки большие. То есть, на основе акрил получается, да? Да, конечно, это акриловое покрытие. И вот такие фасады, даже, например, там в низких сортах, да, они смотрятся очень красиво. То есть, здесь можно сэкономить даже, да, в каком-то моменте, я имею в виду, что взять низкий сорт, но сделать это лаком, да, покрыть вот этим, вот этой системой. Все верно, все верно. Это, кстати, как вариант очень хороший, и качество не пострадает совершенно. Все верно. И еще, например, такой момент, как с мягкими породами древесины. Если это сосна, то масло, ну, невозможно масло нанести на сосну, чтобы оно было идеальное. Невозможно, потому что сосна в любом случае имеет очень разную плотность. То есть, на одной доске она будет вот здесь плотнее, здесь не такая плотная, здесь опять плотнее. И масло, оно же впитывается, оно же бесплёночное, оно служит в верхних частях древесины. И получается, оно здесь впиталось больше, здесь меньше, и получилось неравномерно. А в случае, например, вот с лаком, мы можем сосну покрывать. Да. Вид такой же, как с маслом, то есть, так же рисирующее все. Можем сделать матовым, получится на вид как масло. Но при этом, вот, ну, здесь, видите, как всегда, да, получается, чем-то жертвовать. Если мы в случае масла можем пожертвовать где-то эстетикой в сторону увеличения срока службы, то с лаком мы жертвуем сроком службы, но уходим в такую безупречность. А вот масло и лак, если покрытие, примерная стоимость, что дешевле, что дороже? А, масло будет дороже стоить. Масло то? Масло то будет, да. Ну, тогда мне лучше, если, как я для себя, да, все это, вот, какой вариант, например, я делаю вот этот вариант, вот с лаком, например, и обрабатываю его раз в пять лет. Мне это будет экономичнее, чем, например, это делать. Даже в шесть, вот в шесть, это вот образно, да, я там. В шесть, это когда к вам должен приехать технолог, вот, позвонить нам, сказать, прийти, шесть лет прошло, съедите, посмотрите. То есть, мы приедем, посмотрим, сделаем заключение, возможно, еще год-два, но и будет стоять. То есть, а возможно, скажем, давайте локально, то есть, вот как раз солнечную сторону обработаем, покрасим именно солнечную сторону, а те стороны еще дальше будут стоять. И у нас такие ремонты происходят периодически, то есть, как по лаковой схеме, так и по укрывной схеме покраски. Опять же, эстетика, это такое дело каждого, да, вот я вижу так, возможно, вы видите в натуральности, которая в масле, гораздо большую эстетику, чем вижу ее я, например. То есть, тут еще вот такие моменты есть. А вот это термо, мы работаем на доске? Нет. Нет, да, вот, смотри, я вижу. Здесь еще что интересно, да, чем уже мы возьмем досочку на фасад, тем меньше вариантов стоит где-то. Да, 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 я понял. Чем шире, тем будет. И меньше на ней будет крупных случков. Так, а давайте тогда по поводу размеров, мне очень интересно. Это у вас вот стандартный размер, либо бывают такие, такие, такие. Есть 140 сантиметров планкин, есть 120 сантиметров планкин, есть 110 и 90. 90, он самый узенький, на него понадобится все больше крепежей. Ну, это не страшно. Их прям много-много понадобится. Но, но по своему, как бы, по эксплуатации, да, его вообще никаким образом не ведет, не крутит. То есть, 90 это классное решение на самом деле. А толщина? Всегда 20. Всегда 20, да? Да, планкинг всегда 20. Этой толщины до 140 вполне достаточно. Если делать от 140, там 150, 160, 190, там, конечно, нужно увеличивать толщину. А вот расскажите, пожалуйста, вот еще интересно, вот здесь стена такая, вот у вас экземпляры висят. Это, я так понимаю, не фасадная система, да, это что-то другое? Это не фасадная система. Это вагонка для внутренней отделки, покрашенная нашей схемой покраски. Мы ее сами придумали. Называется она «Зимняя сказка». Интересно, кстати, очень покраска такая. Она и структура дерева есть, и вот она, блик такой идет. Вроде одного цвета и другого цвета, да? Да, здесь именно на контрасте играем. На контрасте, да. Здесь получается браширование, затем наносится один слой краски, затем все высохло, зашкуривается, убирается ворс, наносится второй слой краски и шпателем аккуратно это все снимается, обнажая, как бы, вот эти нижние слои. Все, понял, блин, интересно. И вот получается такой контраст. Эта схема покраски очень интересная. Под старину как будто подходит такая немножко, да? Да. А знаете, как она появилась? У нас наш фотограф ездил на террасы снимать, грубо говоря, наши работы. И представьте, террасы, допустим, в коричневом цвете, чаще всего они почему-то в коричневом цвете, они всегда ногами вот так вот все заляпаны, запачканы. Такие за что, да, да? Да, да. То есть, ну, прошелся человек или рабочий, работает в этот момент, она уже вся вот так вот затоптано. И мы думали, 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 думали и придумали, а что если ее сразу сделать пестрой? То есть, вот в таком, в таком виде. Сразу, да? То есть, мы попробовали, слегка ее брашировали, чтобы глубоко, ну, не было того, чтобы грязь там глубоко провалится, чтобы щеткой вычищать. Слегка ее брашировали, первый слой масла высохло, убрали ворс, второй слой масла и убрали шпателем, она получилась пестрая. Мы положили первую такую террасу, был дождь, была грязь, вот так вот ногами по ней ходили, реально снимали. И мы ее смогли отфотографировать, она есть в портфолио на нашем сайте. И вот получилось действительно классно. Для фасадов такие решения мы тоже применяли. Это получается только с маслом, возможно, для фасадов, потому что в укромной краске здесь еще третий слой грунт. То есть, ну, сложнее для фасадов такую схему сделать. Но в масле мы ее делали, слой антисептика, два слоя масла со снятием шпателем, то есть, вот такие фасады тоже делали. Ну, у вас получается, как, знаете, как мастер-класс прям такой, да? Кто-то делает какие-то вот эксклюзивы, и это получается эксклюзив. Мастер-класс. Вообще мы стараемся, вот чем мы хороши для заказчика, что к нам придешь, и это выбор там не из 40, не из 50 цветов, у нас их сколько угодно. И мы можем, что, у нас свое колеровочное оборудование, можем экспериментировать. Вы скажете, давайте вот такой цвет только на тон темнее. Мы вам так сделаем. Да, 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 структура вот эта, опять же, да, вот эта вот с подстаринного, в два цвета сделать. Это же очень круто, на самом деле. Вот я почему сейчас, как заказчик, да, я не просто так вам приехал, и понимаю, что у вас выбор просто огроменный. То есть, хочешь так, хочешь так. И самое, что интересно, я, например, вот ехал с одной целью, да, понять, как мне сделать на фасаде декоративную интересную стену. А теперь я понимаю, что я могу не только на фасаде сделать, но еще и внутри, еще и на окнах, еще и перила. Спасибо за внимание.